Я сегодня гуляю вечером, решила сходить далеко-далеко до нашего Карефур-Контакт и посмотреть, что здесь открыли. Тут, говорят, такой большой центр открыли. Ну как центр? Здесь прачечная, наверное, можно сказать, там, где белье можно стирать. Здесь не было у нас в деревне. Затем большая-пребольшая аптека. Вон она, она. Зал, наверное, спортивный или что-то там. Надо сейчас пройдём, посмотрим. Правда, это далековато пешком. На машине близко. Так, Суэн Дюкор. А, это будет центр Уля. Скорее всего, Биенетро. Надо узнать, что это такое. Ещё не открыли. Это, скорее, какой-то центр. Классно. Суэрир. Бальнео. Бальнео. А-а-а. Классно. Здесь у нас оптика. Очки и всё для слуха. И здесь огромная аптека. Ух, какая она большая! А там ещё доделываются. Медицинский центр будет. Здесь будет лаборатория медицинская. Ммм, два этажа. Всё здесь ещё доделывают. Ну, классно. И вот Карефур Контакт. Здесь ещё дом строят. Муж, сестра Александра работала. Его закончили. А-а-а, это аптека, которая переехала. Всё понятно. Так что прогулялась и сегодня круто. И кто за мной следит? Муж подъехал в машине. Говорит, вы увидели, что кто-то снимает? И подъехали. Говорит, а они смеются. Они тут патрулируют. И вон они, везде. Владислав у меня заказал кое-что. Он не знает что. Посмотрим сейчас, что продают. Муря-продукты. Муря-продукты. Креветочки. 17,99. 600 граммов. Это большие, наверное. Ладно. Куча готовых блюд, сэндвичей. Как-то на работе. А, мне заказал фисташковый десерт. Александра ему говорит, надо фисташковое дерево посадить. Чтобы мама тебе делала. Крофитроли, кто любит. Вот они фисташки. А раньше 1 евро стоили чем-то. Евро 75. Какие? Форма. 1 евро, 1 штучка. Апельсины 3,69. Мандарины 3,99 и 4,59. Мандарины 3,99 и 4,59. Имбирь 7 евро в килограмм. Ого, огурцы. 1 огурец 2,49. 2,49. 1 авокадо 1 евро 95, но они органические. Кукуруза 3,49. 2 початка. Яблоки. 3,49. 4 штучки. 4 штучки. Пойду поищу сладкий перец. Сколько стоит. Вот он сладкий перец. 5 евро. В биомагазине дешевле чем здесь. Камомбео. 1 марки 49, остальные все по 2. 2,53. Наше интермарше лучше цены. А вот смотрите. Дефианти информацион против поднятия цен 0,63 и 4 йогурта. Нормально. Ну и конечно же везде панеттоны уже и шоколад. Видела нашу коробку за 11 евро черную. Где она? Хотела вам показать, она не здесь. Любимые конфеты французов. Каких только нет. Шензалези. Коробки вон черные. Шензалези 13,99. Надо будет. Он трюфели любит. Александр надо им черные трюфели найти. Вот 70 процентов. Больше наверное нет. Он 90 предпочитает. И вот. Каштаны. Глазированные. Марон. Глассе. 15 и 12 евро. Мария, спасибо. Мария, спасибо. Кто знает из девочек, которые живут в Испании. Напишите в комментариях. Ну вообще там копейки стоят. 10 процентов витамина С. Я покупала витамин С от Clorans. Мне очень понравился. И тут я увидела, думаю, ну куплю, попробую. И знаете, я была очень даже поражена. Цена совершенно небольшая. Но замечательный эффект на коже. Очень хорошо виден. Кожа прям такая свежая становится. И оттенок на коже лучше. Выглядят эти ампулы вот таким образом. Пипеточка такая. Очень удобно. Эта ампулка на несколько раз. Здесь вот такие, сколько их, 5 штучек. По 2 миллилитра. Хватает надолго. Если у вас солнце яркое, как в Провансе. Утром наносить не надо. Только вечером. Наносите несколько капелек. И на лицо. Затем свой крем ночной. И все. Посмотрите. Результат просто замечательный. Поэтому мне понравилось. Если поеду еще в Испанию. Обязательно прикуплю такой продукт. Сейчас мы собираемся в Эксен Прованс. Знакомиться с гинекологом. И если останется время, то погуляем. Дорогу выбираем, по которой поехали в Эксен Прованс. Сейчас 10-14. И температура уже 18 градусов. Сегодня будет вообще замечательный, прекрасный день. Мне сейчас почитала ваши комментарии. Многие написали. Лена, какая у вас стоит погода. Да, сейчас погода просто замечательная. Не знаю, что будет этим летом. Но сейчас просто супер-супер. Вообще спасибо вам. Подождите, переведу камеру на себя. Спасибо вам огромное за все комментарии, за все пожелания. Столько комментариев, что мне нужно будет разбираться. И советов столько по декорации, что я как посмотрела. У одних, конечно, очень много. У всех разные вкусы. Мне много что понравилось. И один комментарий мне запомнился. И тоже я его очень оценила. Лена, может быть, вам все поменять? Вот у меня вообще возникла точно такая же мысль. Может быть, нам вообще все поменять? Я бы вообще мебель-то поменяла. Вот. И стиль бы поменялась. Сейчас мне хочется совершенно другого. Но, мои хорошие, это не из-за того, что финансы поют романсы. Постепенно можно все, если захотеть. Торопиться не нужно. Это из-за того, что мы не у себя. Понимаете? И если выбирать хорошее что-то качественное, то оно совершенно, может быть, не подойдет там, где мы будем жить у себя. Конечно, кто-то скажет, живите сегодня, меняйте, потом опять поменяйте. Но мы достаточно, наверное, сильно практичные и прагматичные. И поэтому не хотим деньги на ветер. Сейчас мы немножко поменяем? Немножечко поменяем. А потом поменяем, может быть, множечко. Французы как делают? Они тоже очень любят, когда переезжают. Вот я посмотрела по своим родственникам. Они продают все. Все старое. Вот у меня сестра Александра так делала несколько раз. Два раза они переезжали. Один дом. Они там жили несколько лет. Им не понравилось. Они продали. И второй дом. Вот сейчас в нашей деревне мы к ним ходили. И вот они продают все. Даже технику. И любят в новое жилье заезжать совсем новым. С новым декором. Что-то забирают. Но много что продают. Поэтому я, когда мы покупали это вот канапе, диван. Мы специально покупали для вот этой как бы большого салона в казарме. Чтобы могли приезжать гости. И он там разбирается в несколько раз. И получается огромная-огромная кровать. Ну и тогда еще у нас, конечно, совершенно другие были финансы. Поэтому нам тоже хочется поменять все полностью. И шторки, и стол. Да, стол мне кто-то посоветовал там ободрать. Его не обдирать там нечего. Потому что он такой, знаете, склеенный. Его потом придется выбрасывать. Выбрасывать. Вот. Вот такой сегодня, сейчас у нас период изменений. Не знаю у кого как. А затмение вот на нас так влияет. В хорошую сторону. Да. Хочется меняться. Хочется жить. Хочется улучшать. Хочется что-то путешествовать. И много-много всего. Энергии. Энергия. Энергия у нас с Александром. Да. Про зуб. Сова шери. Он говорит. Эмпикабль. Он говорит. Эмпикабль. Замечательно. Все было операция как операция. Как сказали. Нужно было потерпеть. Но зуб вырвали достаточно быстро. Пил он все, что прописал не врачи. Я вам говорила, что Александр не будет спорить с врачами. Если только ему вот не подойдут. Вторые антибиотиками продошли. Он пропил три дня. Как ему все прописали. Все лекарства. Все, 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 все. И все в принципе нормально. Чувствительность еще есть. Потому что там же заживает. Там же ему даже зашивали. Делали несколько там по-французски скрепок. Или что это. Я не знаю как называется. Ну спасибо всем, кто волновался. Кто меня спрашивал. Лена, ты не рассказываешь. Сколько это стоило? Операция стоила 140. Ну вырвать зуб у хирурга 140 евро. Ну нам наверное страховка скорее всего возместить. Сейчас возмещение это достаточно. Здесь такая дорога. Достаточно долго возмещают. Ну все нормально будет. Ну ладно все мы поехали мои хорошие. Расскажу вам как мне врач. Александр говорит не переживай. Не понравится. Поедем к другому. Он всегда на позитиве. И потом я хочу в центр города сходить еще. Там недалеко. Мне хочется в Заруховом свечу посмотреть. Сколько стоит. Сравнить цены вообще с Испанией. И хочу зайти еще в Сифура. Если что-то куплю покажу вам. Природа здесь конечно. Александр выбрал дорогу красиво. Золотая осень. Туннель из деревьев. Из зеленых. И вот прям на дороге живут люди. А когда строили дом. Дороги скорее всего не было. Мерси. Говорит осторожно. На дороге работы ведутся. Будьте осторожны. GPS. По-русски тоже GPS? Напишите в комментариях. Кабинет находится в новом здании. Оранжевые стулья. Современные. Цветок. Корзинки. Здесь все очень просто. Ждем. Очень часто. Такие центры медицинские. За городом. А раньше все были кабинеты в городе. Кабинет. Александр. Везде читает книгу. Муж. Кто-то мне написал. Лена. Муж интеллигентный. Книгу читает. Книги читает. Разбивает. А ты. А ты. А ты. А я самая лучшая жена на свете. Прекрасная мама. Добрый человек. Себя не похвалишь. И много у меня всего хорошего. Что я вам не показываю. А самое главное. Что мы все разные. И нужно. Жить. Так. Как чувствуешь. С позитивом. Как вот эти стульчики. Ну все. Закончилось наше рандеву. Немного с запозданием. Так как. Было. Много клиентов. Ну все замечательно. Сказали. Все просто. Супер. 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 Никаких гормонов не нужно. Ничего пока не нужно. Предохраняться на всякий случай. Поэтому. Да. Всякие анализы она сказала. Тебе еще не нужно делать. Ни на гормоны. Ни на что на свете. Что мы довольны. Очень жантий. То есть очень хороший доктор. Нам понравилось. Познакомилась даже с мужем. Поэтому. Сейчас едем. В город. За покупками. А в Эксе как всегда. Машины, машины, машины. И сегодня. Немного пасмурно. Температура. 19 градусов. Парковка. Французская. Несколько этажей. Выходные. Здесь не найдешь места. Сейчас посмотрим. В рабочий день. Скорее всего. Тоже. Очень много. Кто работает в Эксе. Паркуется. На парковках. Должны быть указаны. Свободные места. Ой. Бук удевать. Уже. 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 Все что красным занято. Уже. Конечно. Придётся спускаться ещё ниже скорее всего. Улэ. alone. 集ур environments. Во-ла-а. И ты спрашиваешь на перны? Ужала вверх. Ужал вверх, да. Ужала вверх. Здесь лежит. Что-то будет растение. Выегоısı. Капытอง. Ужал вверх. Сверху. Это Nono. Вんでしょう. Ваше время! Надо еще в горе! Александр, заканчивается ниже. Пойдемте! Пойдемте! Попробуем! Пойдемте! В моей жизни, я думаю, мы будем сгореть как-то в фольгу. Да! Красный! 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 Смотрим! Я не знаю! Все занято в Эксе. Сегодня четверг. А Эпаха, ну? Мы зашли во Фнаке посмотреть книгу Александра. Продают или нет здесь? Сейчас посмотрим. Уже все к Новому Году. Город наряжают, там уже украшают. Мы с вами сюда уже ходили. Должна быть книга. Не знаю, найдем мы ее здесь или нет. Пока Александра ищет, я пойду посмотрю книги. Любите ходить по книжным магазинам? Напишите в комментариях. Огон Огон. Слышала про эту книгу. Аппрандра Асене. Научиться себя любить. Классные десерты всякие. Смотрите, какие книги сейчас популярны. Особенно у студентов. Один прием пищи за 1 евро, как приготовить. Что нужно купить. Вот, например, помидорки фаршированными тунцом. Одно яйцо, 200 грамм тунца. Одна ложка сметаны. Четыре помидорки на четыре человека, наверное, скорее всего. И вот выходит 1 евро примерно. Вот тоже. Классная, кстати, книга. Много можно идей, но это цены французские. Убежин, аппармезон, кардон блан, шуфлер. Сколько стоит такая книга? Одиннадцати евро. Вышли мы в Кнаке. Сказали, что ли... Так, а книгу Александра по заказу только. Смотрите, какой Александр у нас сегодня модный. Красивый, да? В Зарахову пойдемте. Свечи смотреть. Ну, все, уже к Новому году готово. Так, ехай. О, музыка играет. Свечи посмотреть. Какие тамочки классные. За 25 евро. Свечи... Вот какая свеча красивая. Я ее видела на 20. Сколько она стоит? Маленькая 17 евро. Это, наверное, дороже. Лампы новогодние я видела. Красивые. Очень. И вот эти вазы мне очень нравятся. Маленький перекусик. Враг. И кофе. И куча подарков. на Рождество. На Рождество. На Рождество. И уже начинают все украшать. К Новому году. К Новому году. Все модные. Очень модный город. Компин. Компин. На Рождество. О, не нравится! Компин. Что вы, Сашири? Архитектура. Окна, видите, какие. Везде лепнина. Сажу ли я? Мы нашли замечательное кафе. Здесь такие пирожные. Сейчас будем пробовать. Необычные. Александр кофе захотел. Я уже попила кофе. Диванчики удобные. Мраморные столбики. И пироженки. А знаете, как кафе называется? Кози-пози. И там за стекло мы хотели сначала в топ кафе. Но там все занято. Там как дюре в Париже. Я выбрала фруктовый мусс на базе тапиоки. Сказали, что очень-очень легкое пирожное. И Александр что-то в виде опера. Но и с малиновыми. И с прослойками хрустящими с шоколада. Каждая пироженка здесь стоит 4,90. Они такие достаточно большие. Приносят бесплатно воду. И Александр доказал экспресс. Очень-очень легкая мусс. И внутри вот такая красота. Покажу какой внутри. Просто шоколадный мусс. На гормашке играет. Вот такой у нас сегодня день получился. День 1. Покажем собачьевые. У нас сейчас. Большое. Собачивая мусс. День 2. Продолжение следует...